Субтитры делал DimaTorzok Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это продолжение 6 части урока Pineville. Итак, если Вы закроете Draw Mesh Tool, включите режим Vertex с помощью клавиши A, Вы можете вэлдить Vertex в Real-Time. Часто возникает такой момент, когда все Vertex в определенном месте неудобно сразу вэлдить. Так как же пользоваться этим замечательным Tool? Достаточно навести курсор на Vertex, нажать Ctrl W и затем указать точку, с которой мы хотим сделать вэлд. После чего отжать эти клавиши. Таким образом, Вы сможете быстро завэлдить нужные точки, которые не вэлдятся простым способом. Чтобы сколлапсить любое количество точек, Вы можете выделить их, зайти в Geometry Common Commands & Tools и выбрать Collapse. Там же Вы можете найти стандартный Велд Tool, с которым тоже можно вэлдить Vertex разными способами. Когда этот Tool запущен, Вам не нужно нажимать комбинацию Ctrl W, чтобы вэлдить Vertex в Real-Time. Достаточно просто кликать на них и соединять. Для демонстрации следующей фичей, я нащерчу какой-нибудь круг. Затем добавлю сегменты, превращу в полигоны. Удалю центральный полигон и сделаю inset наружу. И теперь, если Вы хотите соединить полигоны в центре не слева, а справа... Вам достаточно нажать пробел и у Вас поменяется направление гидов. Теперь давайте поговорим о ретопологии цилиндрических частей геометрии. Для того, чтобы начать чертить специальные гиды, Вам нужно кликнуть мышкой в пустом месте. Нажать Alt плюс пробел. Прочертить линию через такой объект и отжать все зажатые клавиши. Затем снова повторить те же действия, чтобы начертить второй гид. Теперь, чтобы соединить эти два гида. Наводим курсор на любой из них. Нажимаем среднюю кнопку мыши. Наводим на противоположную и удерживая левую кнопку мыши, настраиваем количество сегментов. При этом, удерживая Ctrl, Вы можете контролировать количество сегментов по горизонтали. А Shift по вертикали. Допустим, Вы довольны таким результатом. Теперь важно отпустить Shift, если Вы его нажимали, как я сейчас. И удерживая левую кнопку мыши, нажать Enter. Таким образом, Вы создадите топологию, которая привязывается не к камере, а к мешу. Давайте снова повторим это действие. Только в этот раз сделаем больше сегментов. И теперь можно использовать два метода построения дальнейшей топологии. Первый метод. Просто добавляем еще несколько гидов. Затем на последнем нажимаем средней кнопкой мыши. Удерживая Caps Lock, кликаем на остальных гидах и делаем соединение с полигональным объектом. Затем, отводим мышку в данную область и нажимаем Ctrl и Shift. После чего, отжимаем эти клавиши и Shift настраиваем количество лупов по вертикали. Отжимаем Shift и не отпуская левую кнопку мыши, нажимаем Enter. Для использования второго метода, сначала включаем привязку по Edge. Затем, два раза кликаем на любой из ребер полигональной поверхности и тянем в данном случае вверх. С помощью Ctrl и Alt настраиваем Scale. Затем нажимаем Shift, чтобы начать новое построение. Снова настраиваем Scale и повторяем те же действия. И конечно же, не отпуская левую кнопку мыши, нажимаем Enter. Теперь давайте поговорим о симметрии. С Вами был Кривуля Андрей Charly. Нажимайте палец вверх, если Вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же, делитесь данным выпуском через кнопку Поделиться. Всем мир! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok